Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. И, собственно, у вас достаточно, как мне кажется, интересная ситуация. И, соответственно, я в первую очередь чувствую много у вас боли, у вас много боли, много негатива, у вас много, мне кажется, страхов, у вас много тревоги. Вот, и в первую очередь, наверное, я бы как-то обратил бы внимание на эти вещи с тем посылом, чтобы постараться это пережить, чтобы постараться это прожить, точнее не пережить, а прожить. Вот, потому что мне кажется, что у вас очень-очень сильный сощад. Можно много-много говорить достаточно про отношения на расстоянии, про идеализацию и так далее. Но мне хочется, наверное, ваше внимание обратить сейчас на то, что, как мне кажется, у вас есть очень сильно, очень жесткая такая, я бы сказал, тенденция к тому, чтобы себя не принимать. Вот это то, что довольно сильно, как мне кажется, бросается в глаза, то, что вы, на мой взгляд, себя не принимаете. Это то, что вы, на мой взгляд, ну как будто бы себя отвлекаете, как будто бы пытаетесь сказать, да, что со мной что-то не так, что я какая-то не такая. Вы пытаетесь сказать, что я ненормальная, условно говоря, условно говоря. Вот, и это, как мне кажется, один из ключевых моментов здесь, вот в этой ситуации. Вот, потому что, как бы, если у вас есть отвержение, если вы себя отвергаете, вот, то, конечно, вам очень сложно будет выстраивать отношения с любимым человеком. Потому что, потому что, вы в глубине души боитесь, что вас отвергнут тоже. И это уже мы говорим теперь, как вы понимаете, больше про страх вас. Вот, мы говорим про страхи ваши, мы говорим про то, что вы боитесь быть отвержены. Вот, вы боитесь быть отвержены, и это вам будет очень больно. Если вас отвергнут и связаны от чести, это может быть с тем, что вы не принимаете сами себя, а вот вы выбираете бежать от этого. Вы выбираете бежать от этой вот истории, да, что я себе какие-то вещи не принимаю и соответственно, один из вариантов для вас бежать, это в отношении человека. Причем, вполне может быть такая история, что не просто в отношении с человеком, а в отношении с человеком, при этом, пытаясь, знаете, как, пытаясь наиболее выгодную для себя позицию найти. Вот, то есть, ну, мне кажется, мне кажется так, мне кажется так, вы, мне кажется, боитесь таких вот серьезных отношений, боитесь вообще сближаться, вот, там считаете, что с вами что-то не так, считаете, что у каждого не такая, что вы не идеальны и так далее. То есть, на первый взгляд, когда, вот, вы, ну, считалось ваше сообщение, да, вы такой, да, достаточно, кажется, уверенным в себе человек. Так, вот, и вроде бы недостатки свои принимаете, вроде бы, вроде бы, а-о-о, вроде бы, чего хотите, что вы сейчас знаете, да, вот, и вроде бы, ну, говорите, что, ну, так, я не идеально, да, что это, как бы, вроде бы, вроде бы, все в порядке. Но, по факту, получается, ситуация, при которой вы боитесь, что вам на недостатки укажут. Кто-то укажет, например, молодой человек укажет, там, на недостатки, вы этого боитесь. И пытаетесь опередить его, и пытаетесь в отношении выйти сразу, сразу же. Как только, вот, ну, как только идет разговор о том, что, ну, что, что, что вы можете быть какой-то не такой. Как только разговор идет о том, что с вами может быть что-то не так, вот. Понимаете? Что я имею в виду? Вот, соответственно, соответственно. На это вам, в первую очередь, нужно обратить внимание, да, на то, как вы относитесь сами к себе, на то, как вы воспринимаете себя. Потому что, на мой взгляд, вы воспринимаете себя, ну, далеко не очень хорошо. Вот. Это... Что-то я хочу вам сказать. Дальше. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание. Это, пожалуй, на возможность говорить нет. Мне кажется, что это тоже, вот, то, чего вы не делаете. То, чего вам не хватало. Умения говорить нет, когда вам, ну, грубо говоря, этого хочется. Вот. То есть, вам хочется там, или, наоборот, не хочется делать что-то, а вы, условно говоря, об этом, молчите, как-то не говорите. Вот. Боитесь, может быть, не знаю, человека расстроить. Вот. В итоге, действительно, создается образ вас, ну, немножко другой, не той вас, которая есть настоящая. Получается, что вы оказываетесь правы в, ну, вот, в своей, ну, в своем восприятии себя. Да, вы понимаете, какая штука. Вот. Поэтому тут важно подходить к вопросу максимально, максимально корректно. Вот. И, соответственно, ну, никак не, значит, не обманывать себя. В первую очередь себя, да. Вот. Второе, ну, что вам хочется, что у вас хочется спросить, да, это то, что вы себя так не любите. Вот. Серьезно-серьезно. Тот вопрос, который напрашивается, за что вы себя так не любите. Вот. Что с вами, по вашему мнению, такое, что вот вы, ну, вот, что вы какая-то не такая. Вот. Как получается, что вы себя считаете какой-то не такой. Вот. Потому что, ну, очень, очень, очень сильно это бросается в глаза. Как мне кажется. Вот. Очень сильно это бросается в глаза. Вот. И, ну, не обратить внимание на это невозможно. Вот. Поэтому, что тут я бы хотел заострить ваше внимание на этом, да. А также на твой буду. Вот. Вот. Снее всего, вы боитесь человека расшировать. И, снее всего, вы боитесь, что он увидит, что вы, там, не принцесса, что у вас сложный характер. Вот. Хотя, эм, хотя, эм, хотя, по факту, мне кажется, эм, что он, эм, что он, эм, ну, что-то, эм, ну, что-то. Не в характере. А, а, дело. Тут, э, дело, э, в ваших э, строках. Вот. У меня так видится этот вопрос. И, если вы перестанете бояться, например, если вы, э, научитесь, э, себя э, чувствовать и, э, лучше будете, э, например, выражать, э, то, что, э, ну, э, э, то, что вы, э, 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 вас волнует, то что вас привозит, то что вас беспокоит, ну вот, если вы сможете это лучше выражать, то окажется, что характер у вас не такой уж и тяжелый, скорее всего. Конечно, я могу ошибаться, но, как правило, страх, как правило, мешает больше всего человеку быть самим собой. Поэтому вы меня извините, но я пока не могу сказать, что у вас очень тройный характер. То, что вы избегаете всего, то, что вы тревожны, то, что это усложняет как бы вашу жизнь, ну тоже правда, тоже правда, да. Это усложняет вашу жизнь, это верно. Тут как бы спорить глупо. Означает ли это, что у вас сложный характер? Нет. Сложный характер, ну считается, считается, что у человека сложный характер, тогда, когда он у него достаточно костный, то есть он у него достаточно жесткий. А он у него достаточно такой, знаете, ну, игнорирующий, условно говоря, какие-то реальные вещи, какие-то реальные, ну, в тот момент уже в мире. В мире, в реальности, да, вот такая история. Вот это вот считается тяжелым характером, сложным характером. Вот. Если вам, например, кажется, что вы игнорируете реальность, да, если вам кажется, что, ну, вот, там, к примеру, не знаю, ваши, ваши установки, да, ваши взгляды, ваши, ну, ваши выборы, вот, если вам кажется, что это, ну, идет в какой-то вот, эм, в расход с реальным миром, да, если вам самое главное, это не нравится, то есть если вы хотите поменять, например, вот, то даже это не сложный характер, понимаете, вот, даже это не сложный характер, это, скорее, просто, эм, как бы, ну, привычка определенная, и все, понимаете. Поэтому, и важность еще, еще, понимаете, то есть, момент какой, вы пытаетесь видеть себя сильной, вы пытаетесь, ну, как мне кажется, видеть себя нерависимой, вот, хотите, хотите видеть себя нерависимой. Эм, ну, по факту, получается, что вы зависли. Эм, почему так получается? На мой взгляд, хороший вопрос, потому что у вас, эм, как мне кажется, очень важно, кроме молодого человека, сейчас нет ничего, что бы вам было интересно, ну, по равнозначности, да, что было бы так же интересно, вот, как, например, и, там, условно, ага, ваш молодой человек или отношения с ним и так далее, вот. И это, мне кажется, очень важно, потому что у вас нет альтернативы. Вот, во-первых, у вас нет альтернативы. Вы не можете выбирать, как бы, это сложно, сложно, это тяжело, всегда, всегда тяжело. Вот, а, и, во-вторых, вы как-то вот очень скромно заговорите о том, чего хотите вы. То есть, такое ощущение, да, что вам это сложно, вам это трудно, вам это тяжело говорить о том, чего вы хотите. И более-не-более появляется вопрос, да, почему? Хороший пример – это ваше видение отдыха с молодым человеком вашим. Молодой человек видит отдых более активным, чем вы. И это нормально, вот. Но вы даже не рассматриваете здесь идею о том, чтобы сказать ему, слушай, мне твое предложение не подходит, да? Как сильно вы боитесь того, что вас разочаровывается? Знаете, как сильно вы боитесь того, что, ну, вас разочаровывается? Как сильно вы боитесь того, что, не знаю, человек не захочет больше с вами взаимодействовать? Вот. Да, вот это страшно, как мне кажется. И, связано это с тем, отчасти, какой конфликт вы решаете сам. Ну, вот. Сам это себя, какой конфликт вы решаете. Пытаетесь решать точно. Вот. Что я знаю, достаточно. Потому что, извините, как бы, ну, попытка, попытка решать конфликты, решать какие-то проблемы в отношениях, к сожалению. Очень часто заканчивается очень плачевно, потому что человек, он не может и не хочет, я имею в виду, другой решать проблемы. Ну, ваши проблемы, например. Ну, понятно, что его, как бы, сложно за это видеть, наверное. Потому что он, вот, не хочет решать проблемы. Вот. Поэтому тут ситуация, вот, она такая, да, она, я бы сказал, не совсем однозначна. Вот. И, мне кажется, что вам, ну, надо бы, вот, обратить внимание на эти вещи, да, вам нужно, вот, смотреть на это. Вот, смотреть на то, о чем я говорю. Вот. И, входя из того, что я говорю, да, например, ну, например, входя из того, что я говорю, вот, уже что-то делать дальше. Вот. Потому что, так вы можете представить и сама. Следующий момент, это то, что вы ссоритесь, все ваши ссоры. Здесь я бы рекомендовал изучить психологическую игру в скандал. Ну, вот, вам это будет очень, мне кажется, полезно. Вот. Чтобы мне, например, например, не тратить уже все время. Ну, вот, я не буду сейчас говорить об этом подробно, но просто хочу сказать, что конфликты, в том числе, ну, между людьми, да, двойным, молодым человеком. Вот, вот, психологическая игра, игра. Такая, такая вот, скандал, которая проявляется по ряду причин. Вот. Следующее, это, что вас объединяет с молодым человеком, то есть, что называется общего, по сути. Вот, это такая очень важная часть. Потому что, судя по тому, что вы описали, я не могу особо сказать, что между вами много, достаточно общего. Вот. Мне кажется, что, наоборот, общего маловато. Ну, потому что, на расстоянии отношения. Вот. Вот. И, соответственно, вопрос этот, он, как бы, очень важен. Вот. Потому что, даже если вы понравитесь друг другу в реальной жизни, вот, то общего между вами, что, ну, условно говоря, может быть, должно быть, вот. Вот. Оно будет играть в какой-то степень, степень определяющих рол. Вот. Поэтому я очень хочу, чтобы вы обратили внимание на, 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 чтобы вы посмотрели на то, что между вами, общество между вами и человеком. Да? Вот. Вот. Помимо, там, вот, ну, каких-то вещей, которые сейчас вы можете назвать. Да? Вот. 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 Это очень-очень важный элемент, это очень-очень такой принципиальный элемент. Потому что, если, 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 вы не хотите каждый день и каждые отношения ходить по краю, таких вот, в кавычках я это возьму, по краю. То есть, чтобы, ну, не хотите ходить в отношениях, бояться, что у вас отвернуты, или что-то такое, и такое. Вот. То вам нужно в большей степени опираться на себя. Вот. То, что я вам дал, это больше именно про себя. Про то, что вы не понимаете себя. Потому что у вас очень много страхов и собственные боли. Вот. Я не говорю о том, что это обязательно плохо. Да? И я не говорю о том, например, что этого не должно быть. Вот. Этого я не говорю ничего. Моя идея, она, скажем, всего про то, что этого ВКонтакте нет. Нет ваших желаний, страхов, чувств. Наоборот, вы стараетесь, как мне кажется, быть очень сильным с молодым человеком. Вот. Очень сильный. Очень такой вот прям, прям резкий и прочее, прочее, прочее. Боясь его знакомить с какой-то реальностью. Потому что, ну, я так подозреваю, что реальность вам болезненно тоже довольно-таки сильно. Вот. И получается, что вы оба живете не совсем в реальном мире. Ну, как бы, реальными такими категориями вы мыслите, к сожалению. Вот. Поэтому это нужно корректировать. Вот. Вот. Мне в всяком сомнено. Так. Я переживаю, значит, так, ну вот вы говорите, что вы переживаете, что и придется торпеть, особенно ему. Вот. А как разрывать этот круг? Как мне вести себя с ним? Что это говорить? Наверное, с неверностью себя можно поработать просто. Понимаете? Вот. Вот. Такая вот история. И да, Мария. Лет. Сколько вам лет? То есть, ну, просто если вам 30 лет – это одно, если вам 20 – это другое. Вот. Если вам 40 – это 30. То есть, ну, тут возрастные как бы моменты – это тоже играет определенную роль. Поэтому, вот. Ну, важно, чтобы даже сказать, сколько лет. Ну, Господи, по-моему, мне писали, сколько лет вам и человеку, либо я уже забыл, либо я забыл. Вот. Такая вот история. Да. Когда вы пишите, что, значит, не хочу притворяться и улыбаться, если чувствую беспокойство, вот это очень интересный момент, потому что, понимаете, вот какая здесь интересная штука. Вроде бы вы говорите, опять же, крутые вещи. То есть, ну, на самом деле, быть искренним в отношениях круто, супер здорово, прекрасно, вообще замечательно. Вот. Ну. А у вас это, это звучит так, что как будто вы бьете на опережение. Вот. То есть, как будто бы вы вот, вот посмотри, я вот плохая, вот посмотри, вот со мной вот так, вот я вот такая, а думаешь и брось, не забрось меня. Вот. То есть, как будто бы вы вот, у вас есть проблемы с личными границами эти большие. Ну, опять же, да, есть какие-то основания, я полагаю, почему вы выбрали именно отношения на расстояние с человеком. То есть, ну, я полагаю, у тебя есть какие-то основания тоже. Вот. Ну, хотелось бы, э-э-э-э, хотелось бы, э-э-э-э-э, разобраться вот. Вот. Такая вот история. Поэтому все. Я надеюсь, что помог вам. Да, все. Важный момент. То, что он не хотел знакомиться с родителями вашими, или то, что он принимал решение без вас, проявлял ревность и пытался контролироваться. Мне кажется, что именно в вашем контексте, именно в вашем контексте, связанной сотратой уже как бы вашего, ну, вашего как бы уже контроля. Понимаете? То есть, это вот такой момент. То есть, ну, в остальных и в остальных случаях, в остальных случаях, все, это было бы действительно звоночек. Это было бы действительно звоночек. Но, э-э, принимаю во внимание, э-э, принимаю во внимание, э-э, всю вашу историю, весь ваш, э-э, ну, бэкграунд. Да? Вот. Я бы сказал, я бы сказал, э-э, что тут вот есть, э-э, страх потеря контроля. Вот. Понимаете, да? Зачем я говорю? Поэтому, тут очень важно, э-э, вот именно на это обратить ваше, ваше внимание. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Э-э, желаю вам всего самого доброго и удачи, и буду благодарен за обратный связь. По моему ответу, это поможет вам начать работу над собой. Продолжение следует. Продолжение следует...